Здравствуйте, уважаемые товарищи! Вчера, 30 декабря, состоялась премьера фильма «Чемпион мира». Я сразу хочу сказать, что это замечательный фильм, который заслуживает внимания тех, кому дорог Советский Союз, кому дорого дело рабочего класса. «Чемпион мира» – это фильм о чемпионе мира по шахматам Анатолии Карпова, о его матче с Корчным за титул «Чемпиона мира по шахматам». Матч состоялся в 1978 году. Казалось бы, это обычная история. Много в спорте было заметных и ярких событий. Почему стоит обратить внимание именно на это событие? Я постараюсь ответить на этот вопрос. В фильме задается вопрос и звучат два утверждения. Первое утверждение, которое идет от стороны Карпова, от представителя его команды на матче, что шахматы – это игра. А второе утверждение идет от претендента Корчного, который говорит, что шахматы – это война. Вот какое утверждение правильное? Я напомню, что для того, чтобы подойти к этому матчу Корчное, или точнее говоря, перед этим, попросил политическое убежище, то есть отказался от советского гражданства и открыто выступал как враг всего советского. А в этом противостоянии Анатолий Евгеньевич Карпов выступал как представитель советского народа, причем выступал совершенно сознательно и твердо. И вот такие две позиции. Какая же из них по логике фильма, да и по логике, точнее говоря, истории, была истиной? Ну, во-первых, согласимся с тем, что шахматы – это спортивная игра. То есть деятельность, соседание, которое осуществляется по определенным правилам в целях уявления победителя. Это правильно, но это не вся истина. Вот что утверждал Корчной, что шахматы – это война. А что такое война? Война – это, как известно, продолжение политики иными средствами. Мы понимаем с вами, что когда Корчной говорил о шахматах, как и войне, он, конечно, не имел в буквальном смысле вооруженный конфликт, решение политических противоречий путем насилия, открытого, неприкрытого. Он не это имел в виду. Но, тем не менее, он указывал на политическую составляющую этого события. Ведь она на самом деле присутствовала в шахматах, в матче за звание чемпиона мира, так же, как и на многих других спортивных мероприятиях. Победители приветствуют тем, что поднимает государственный флаг. Флаг государственный – это символ государства. А что такое государство? А государство – это господствующий класс, организованный в государство. А политика – это и есть как раз борьба за завоевание, удержание и упрощение государственной власти определенным классом. Так вот, шахматы, как и в любой другой спортивной игре, предполагают, что победитель честуется поднятием государственного флага. Значит, речь идет о престиже государства. Ну, а какое это имеет отношение к политике? Ну, так вот, это же не просто престиж государства. Когда звучит гимн, и все остальные, дай сказать, государства, поднимается флаг государства, а все остальные должны встать и поприветствовать, это утверждает мысль, что данное государство сильное, что данное государство может воздействовать и определять волю других на спортивном поприще, и, очевидно, на всех других поприщах, по крайней мере, по меньшей мере, это формирует уважение или, если хотите, в каких-то ситуациях и боязнь данного государства, как сильного, могущественного. И вот этот аспект нельзя сбрасывать со счетов. И этот аспект очень ярко показан в фильме. Наши приехали играть, а против них применили все только средства, которые могли быть применены, всякие выходящие издалеко за рамки спортивных. И в этом смысле вот это событие, этот шахматный матч приобрел открыто политическое значение. И наш народ это почувствовал, между прочим. И Анатолию Евгеньевичу тогда посылали в телеграмму поддержки. Все переживали за него, об этом говорилось по телевидению. Я тоже помню эти события, и мы живы обсуждали, вот ход этого матча переживали за представителя советского народа. Именно так ставил вопрос, даже сначала не Карпов ставил, а Карочной, который говорил, что все советские розетки, россяки, и от них всякой подлости надо ждать. То есть он, будучи шахматным талантливым человеком, он выступал как ярый антисоветчик, и за это получил поддержку со стороны эмпилистических сил. И поэтому Карпову мешали, как только могли. Вертолеты летали, уж, наверное, это не Карочной заказал вертолет. Это стоило больших денег, и не этим он занимался. Значит, как правильно говорит один из героев фильма, представитель советского комитета государственной безопасности, что это, так сказать, дело спецслужб, каких, американских, ЦРУ. Ну, так вот, раз это политическое противостояние, это вообще надо было защитить нашего представителя советского народа. Поэтому совершенно неудивительно, что в фильме присутствуют представители комитета государственной безопасности. А на Карпову там нападали, в прямом смысле этого слова. Да, змею подбросили. Значит, вот как игра была обставлена, как противостояние, и не просто двух государств, этого мало, как противостояние двух систем. И вот народ наш это почувствовал, да, и очень-очень переживал за ход этого поединка. Поэтому, я думаю, что Анатолий Евгеньевич, если бы он в конце этого матча попытался сформулировать, что же такое шахматы, он мог уверенно сказать, что шахматы – это спортивная игра, которая обязательно используется в политических целях. Вот это истина. Вот это истина. И что примечательно. Вот Карпов победил. Да, я помню, какое ликование это вызвало неподдельное у советских людей. Причем, я вот, например, был студентом Ленинградского университета, Анатолий Евгеньевич тоже был. Но он студентом был очень долго, Ленинградского университета, экономического факультета, 10 лет. И вот мы его торжественно встречали, он приезжал из Москвы в Ленинград на Московский вокзал. И вот неподдельная была радость. И действительно, мы их приветствовали как героя. Мне кажется, даже ему эта роль так вот казалась немножко ему не по себе. Вот не очень ловко себя чувствовала, но что делать? Вот мы так его воспринимали. И он такое дело сделал, как бы он не считал, что это простое, обычное спортивное достижение. Что отражало вот эта победа? Она отражала факт того, что государство рабочих крестьян, хотя к этому времени оно переживало кризис, это отдельная статья, но тем не менее, вложила надежный фундамент для развития шахмат в виде секций детских, где при домах культуры, как и в заводских, дом культуры всегда ведь был подшефным по отношению к какому-то крупному предприятию, который съезжал этот дом культуры. Значит, там были тренеры, которые занимались с детьми, независимо от того, насколько, так сказать, обеспечены эти были дети, да, независимо от толщины кошелька. Эта система была по всей стране. Карпов начинал в Златоусте. Это вот и небольшой город, да, там есть оборонные предприятия, на котором работал отец. Работал, кстати, отец в качестве инженера, но начинал-то он с рабочих, то есть Анатолий Евгеньевич был очень близок к пониманию того, что такое народ, к образу жизни обычного советского человека. Потом он переехал в Тулу, тоже, понимаете, это не какой-то центр, но и там была возможность заниматься шахматами. А потом, когда он проявил выдающиеся таланты, значит, его приглашали к Ботвиннику Михаилу, который курировал наш первый чемпион мира по шахматам, который курировал талантливых людей. Разумеется, это вот не за деньги семьи, и семья всё продавала, квартиры, тогда и продавать квартиры-то невозможно было, да, собирала последнее, чтобы как-то вот долю выдвинуть. Ничего подобного. Социалистическое государство даже в период его прихождения обеспечило возможности для того, чтобы действительно талантливые дети могли себя проявить. Да, и для поиска талантов, потому что действительно занятие шахматами дело было массовым, доступным, тренерские кадры были хорошо подготовлены, умели работать с детьми, были энтузиастами. Вот поэтому советская шахматная школа была сильнейшей в мире. И вот на следствии этой школы мы и сегодня живём. И сегодня живём. Поэтому вот что отражала победа Анатолия Евгеньевича. А потом было показано, что вот шахматная школа советская, она ведь объединяла представителей всех народов. И вот не случайно в фильме сказано, что украинская школа шахматная, грузинская школа шахматная. Мы знаем, что в Грузии была, например, чемпионка мира, значит, Нонага Приндашвиль, советская шахматистка. То есть это всё ведь, я бы сказал, такие отделения общей советской школы шахмат. Поэтому все народы, трудящиеся всех народов Советского Союза, и в этом смысле трудящиеся как представители Советского народа, с большим вниманием и с интересом следили за тем, как играл Карпов. Поскольку шахматы были массами, играли очень многие, и дети, и взрослые, и на предприятиях, и в домах культуры. То есть вот это нормальные ситуации для советского, точнее говоря, социалистического строя, поскольку мы знаем, что цель социализма – обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А шахматы очень полезны для гимнастики ума, даже если ты не являешься шахматистом. Значит, вот Карпов, как представитель Советского народа, представил корчной, как раз такой, который уже изображал из себя диссидента, и пытался что-то, так сказать, бросить грязь на именно советский народ, специально воевал с советским народом, обобщал, не говорил, что Карпов такой розетки, а вот все советские там такие розетки, да, он вообще-то тоже выпускник. Откуда такой шахматный талант? Да он тоже ученик советской шахматной школы, и, как он сказал, первый матч провел еще в блокадном Ленинграде, значит, тогда уже заботились о детях. Мы хорошо знаем, на Невском проспекте огромный дворец пионеров стоит, огромный, это был раньше дворец, а потом назвали его дворец пионеров, то есть открыли не для князей двери этого дворца, а для детей, рабочих, крестьян и служащих. И вот, наверное, он тоже вырос как продукт советской системы, но в силу противоречий этой системы, в силу того, что он поставил свое «я» выше интересов народа, вот он стал изменником и хулителем всего советского. В этом смысле, говорят, семья не без урода, но надо понимать, что это отражало реальное противоречие социализма, когда люди, которые выступали на стране против коммунизма, превращались в антикоммунистов, а значит, в антисоветчиков, значит, в конечном счете и русофобов тоже. В фильме хорошо показано, что народ советский переживал за Анатолия Евгеньевича, но непосредственно организовывал матч и принимал решение, значит, человек, министр спорта, да, и аппарат этого министра, и здесь уже проявлялась себя бюрократическая линия и карьеристская линия. А в чем она состояла? А в том, что вот карьеристу все равно за счет чего, главное, чтобы выдвинуться. Проиграет Карпов, значит, надо соломки поселить, сказать, что Карпов лоб подготовился легкомысленный. Выиграет Карпов, значит, сказать, что надо же, какие ему условия создали. Вот этот тип очень хорошо, тип карьериста, хорошо показан в фильме, только не надо думать, что это олицетворяет собой советскую систему. Он олицетворяет этот тип. Бюрократы и карьеристы в советской системе. Пока будет сохраняться государство, даже и государство советское, даже государство диктатуры патриата, а совет есть организационные формы диктатуры патриата, карьеристы, бюрократы обязательно будут, и обязательно будут думать прежде всего о своем продвижении, а не в интересах рабочего класса и всего трудового народа. Этот тип очень хорошо показан, главное не обобщать и не думать, что это вся советская система. Это как раз и извращение системы социалистического государства. Вот если бы такого человека не показали, была бы картина недостоверная, неточная, неотражающая вот это противоречие в художественной форме. Так что очень хорошо показана эта обстановка вся, и в этом смысле очень достоверно она передается. И вот чем завершается фильм? Чем завершается фильм? Ну, один из завершающих моментов. Тем, что после того, как Карпов победил, ему сообщают о его победе, а вы знаете, Корчной отложил безнадежную партию, чтобы непринародно признать Карпов победителем. Потом, значит, записочку написал в судейскую коллегию, что он признает себя побежденным. И вот приезжает представитель этой судейской коллегии, сообщает, что Анатолий Евгеньевич выиграл матч, что он победитель. Рядом стоят его товарищи, в том числе замечательные гроссмейстеры, очень хорошо они переданы, кстати говоря, представители тоже разных школ, разных национальностей, например, Михаил Таль, рижанин Михаил Таль. Совершенно великолепный шахматист. Вот он тоже очень заинтересованно, очень искренне помогал своему, очень часто сопернику, а в данном случае товарищу, представителю советской страны в подготовке к успешному проведению этого матча. И вот выстрелились эти товарищи и поднимают, что вы думаете, поднимают красный флаг. Красный флаг, серпом и молотом. Я думаю, что так и было. Но что примечательно, что фильм снимался, ведь это не документальный фильм, фильм снимался в 2021 году, во время буржуазной демократии. И вот этот флаг поднимался, и на этом акцентируют внимание, на подъеме красного флага на флагшток. Вот под этим флагом, под флагом страны Советов, Союза Советских Социалистических Республик, Анатолий Карпов, победил в матче за звание чемпиона мира. Это достижение всей страны. Вот что это символизирует. Вы знаете, подъем красного флага в мировом кино играл большую роль всегда. Вот, например, Бульонос Потемкин. Вы знаете, это черно-белое кино, но вот когда на Потемкине подняли красный флаг, эта сцена отражалась, то специально раскрашивали, специально красили вот этот флаг на черно-белой пленке, чтобы был красный цвет, чтобы весь мир увидел этот красный цвет, и мир это увидел и заметил. Вот и сейчас в этом фильме не понадобилось, конечно, в цветном формате специально красить пленку, это получилось естественно, но то, что авторы фильма специально сфокусировали свое внимание на подъеме красного флага с серпом и молотом, очень много значит. Я хотел бы порассуждать над тем, что это значит. Во-первых, это дань признания советскому прошлому России. Вот это ярчайшее достижение было одержано благодаря тому, что советский строй, социалистический строй давал возможность талантам проявить себя и борьба за шапанную корону. Это просто было не дело денег, хотя я думаю, что Карлов получил гонорар заслуженный. Это не дело, было дело личного престижа, а это было дело всего трудового народа и вот его представитель. Это правильное понимание, потому что вот такой гений шахматный мог себя проявить только в условиях, когда мальчик из Златоуста мог в самом Златоусте получить необходимую подготовку для этого успешного старта. Для этого успешного старта. Это все-таки дело советской системы. Это признание заслуг Советского Союза и это надо отметить и в общем поблагодарить за это создателей фильма. Но я думаю, что фильмы создаются не только для того, чтобы почтить память прошлого. Нет. Сегодня мы знаем, что очень напряженная обстановка наступает на Россию со всех сторон. Базы НАТО, практически это подконтрольные Америки силы, приближаются к нашим границам. И вот нужно объединить сегодня наш народ. А под каким знаменем можно объединить вот, скажем, российский народ? Ну, под знаменем, под которым мы уже одну очень масштабную войну выиграли. То есть, это обращение к советскому патриотизму в сегодняшних людях, в ком этот патриотизм есть. Конечно, это обращение, прежде всего, к поколению старшим, старшим, который знает по опыту своему, кто были такие герои. Скажем, Анатолий Евгеньевич хорошо знает героев. Вот показано, что в его команде Карпова был человек с орденскими планками, очевидно, воевал. Вот когда Анатолий Евгеньевич приехал в наш Ленинградский университет, то его представлял в аудитории Николай Андреевич Моисеенко, тогда декан экономического факультета, фронтовик, который 25 лет командовал полком тяжелых минометов и имел орден Александра Невского. И он вот понимал, кто такой, какое дело сделал Карпов. А Карпов, я думаю, очень ценил вот такое отношение со стороны тех, кто принимал настоящее участие в настоящей войне, по-настоящему кровь проливал и жертвовал жизнью. Так вот, я думаю, что к этим людям обращен этот символ красный флаг в кадре на протяжении достаточно продолжительного времени в кадре этого фильма. Он обращен к молодежи, которая вот, ну, тоже должна задуматься, ну, особенно думающая молодежь, должна задуматься, вот, почему же под красным флагом были одержаны такие победы? Такие победы. Ну, вот, потому что они отражали господство рабочего класса, отражали тот факт, что рабочий класс и весь трудовой народ получил возможность проявить свои таланты и решительный час, значит, проявил горячий патриотизм, да, социалистический советский патриотизм. И вот поэтому достиг такой убедительной победы. Поэтому, вот, думаю, что создатели фильма в тот непростое время, в тот непростой час, который мы сегодня переживаем, обратились и к думающей молодежи, чтобы они знали, под каким флагом надо идти. Я думаю, что вот этот красный флаг это обращение к народам, которые входили в Советский Союз. Вот, как мы знаем сейчас, у государств, которые прежде входили в Советский Союз, флаги отличаются, отличаются. А вот красный флаг, во-первых, он был общим флагом для всех нас. Это флаг нашего единого государства. Во-вторых, красный цвет присутствовал на флагах всех республик. В том числе и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И вот это тоже напоминало о единстве. У каждого было свое что-то такое. Вот у нас была синяя полоса. Ну, кстати говоря, синяя полоса, что это означает? Что ведь мы тем самым не отвлекались, я имею в виду РССР, от того, что было прежде. Вот, белый, синий, красный. Белый, синий, красный. Но белые после того, после этой страшной гражданской войны, когда, значит, белые выступили против поднявшегося рабочего класса и союзного с ним крестьянства, когда призвали на голову рабочего класса, на нашу страну напустили 14 государственных интервентов. Ну, как мог остаться на нашем флаге вот этот белый цвет? А синий остался. Вот, красный, синий. Это флаг РССР. Да? Значит, преемственность, вообще-то говоря, сохранялась. Общее было преемственность для всех народов. У них свой, особый был колорит на своем республиканском флаге, но было подчеркнуто и общее. Красный цвет флага. Именно под красным цветом выступали рабочие. Это символ их крови, и не просто крови, а в конечном счете символ их побед. Красное знамя, красный флаг стал символом победы. Так вот, этот символ теперь будет продемонстрирован всем, кто посмотрит фильм в наших братских странах, которые сейчас как раз как государство стали, может быть, не братские, а народы остались в значительной степени братскими. Это напомнит им о том, что мы были едины, и что это единство надо сохранять. Хотя бы в память о прошлых победах, о прошлом единстве, но, разумеется, и надо его упрочивать на новой основе, о какой мы еще скажем. Ну и, наконец, красный флаг как символ. Это ведь обращение к тем государствам сегодняшним, которые имеют красный флаг у себя в качестве государственного флага. И к кому это обращение, прежде всего, к Китайской Народной Республике, у которой красный флаг тоже. Значит, вот под флагом трехцветным Россия, к сожалению, участвовала в очень нехороших делах по отношению к Китаю, там, в 19 веке. А вот под красным флагом мы Китаю только помогали. Помогли ему в его национально-освободительной борьбе против японского империализма, помогли ему в борьбе за осуществление коммунистической революции, за изгнание прихвостней империалистических держав в виде чайконши, и поэтому красный флаг, который поднимается в России, был поднят в Советском Союзе, а вот в фильме поднимается над представителями Советского Союза. Это напоминание о нашей дружбе и подчеркнутое уважение я бы так сказал к красному цвету государственного флага Китайской Народной Республики нашего ближайшего союзника. Ведь эти обращения, как вы сами понимаете, вот ко всем этим аудиториям, они совершенно не случайны. Мы сегодня оказались в ситуации очень сложной. Вот скажем в период Второй мировой войны какая была ситуация, когда мы социалистическое государство борьбой против фашизма против фашизма спасли буржуазные демократии. Где они были буржуазные демократии? В США, Великобритании, буржуазные, но демократии. А какова была роль тогда буржуазной демократии в этой войне? А буржуазные демократии воюют с фашизмом помогали советской социалистической стране. Вот ведь какая диалектика истории. Вот против общего врага, когда выступаешь, против страшного врага, который фашизм был врагом и буржуазной демократии, а уж тем более был врагом победившего рабочего класса в СССР, тогда возможен такой союз и даже форму взаимопомощи. И вот такая была диалектика истории, что буржуазные демократии помогали стране победившего социализма, то есть помогали диктатуре пролетариата. Вот и сегодня сложилась такая интересная картина, правда в новом таком сочетании. Значит сегодняшняя Россия выступает в качестве оплота буржуазной демократии. Против кого? Против империалистической агрессии со стороны центра мирового империализма. И эта империалистическая агрессия уже принимает фашистские тенденции. Фашистские тенденции, когда свергают все всяческие демократии неугодные, расправляются со всеми народами, то есть это то, что называется фашизм во внешней политике. И вот тогда Россия, которая сейчас является буржуазной страной, Россия подняла сегодняшняя Россия знамя буржуазной демократии. Но она это знамя не удержала бы, если бы не была в союзе социалистической страной с Китайской Народной Республики. Этот союз, даже если он не оформлен как военный союз, но он по факту складывается и по факту уже существует и все прекрасно понимают, что буржуазная демократия российская сегодня защищает в значительной степени интересы Китайской Народной Республики страны социалистической, то есть страны, где победила социалистическая политическая революция, да, идет переходный период. Ну, а Китай, соответственно, помогает нам. И вот мы сегодня выполняем роль светоча буржуазной демократии. Отнюдь не всех это устраивает в России, я уж не говорю за рубежом, это само собой, да, не устраивает империалистов, которые и центры империализма Соединенных Штатов Америки, но это не устраивает часть буржуазных, буржуазей, часть буржуазей российской, которая теснейшим образом, ну, конечно, не социалистическим Китаем связана, да, а в счетах, и, так сказать, в капиталах и так далее, связана вот с центром империализма. И поэтому судьба нашей буржуазной демократии очень неустойчива даже внутри нашей страны, достаточно неустойчива. И сколько там тех, так называемых, иностранных агентов, другое дело, что государство, наконец-то, буржуазное государство, наконец-то стало защищать буржуазную демократию от посягательств проводников международного фашизма, фашизма во внешней политике, американского фашизма во внешней политике. Эта вот защита совершенно справедливая. Другое дело, что очень трудно защищаться, особенно на Нелогическом фронте, когда есть интернет, когда есть голливудские, всякие сериалы и продукты, которые в явной или неявной форме насаждают интересы американского империализма, фашистов и чего, во внешней политике. Поэтому, конечно, борьба за буржуазную демократию в России очень непростая борьба. Очень непростая борьба. И борьба за умы молодежи очень непростая. И, конечно, надо понимать, что вот этот замечательный фильм, о котором я сейчас говорю, этот фильм исхода этой борьбы не может решить. Нужно и дальше продолжать эту линию в кинематографе и в искусстве вообще. Но это все-таки такой шаг, который надо отметить и поддержать. Ну и, наконец, вот этот фильм заставляет задуматься о будущем. Вот если мы знаем, что буржуазная демократия очень половинчато относится к советскому прошлому. С одной стороны, она наследница этого советского прошлого в кадрах, в материальных ресурсах, в заводах, в технологиях. Вот этот ядерный потенциал, который сегодня обеспечивает нашу независимость и независимость Китая, создан трудом прежде всего советского народа. Советского народа, социалистического, поэтому плевать в колори с умным людям, конечно, не очень умно. Не очень было бы правильно. Вот они умные люди и не плюют из буржуазных демократов. А те, кто присмыкается перед американским империализмом и готов ему лизать сапог под именем того, что там, дескать, демократия, те, значит, плюют. И вот эта борьба у нас отнюдь еще не завершена и очень непростая борьба. Как же может быть обеспечен интерес нашей страны, ее независимость? Ну вот, как же может быть обеспечено уважение, заслуженное уважение к красному флагу Советского Союза? Ну, в результате того движения, которое привело к утверждению этого флага как государства. то есть в результате борьбы рабочего класса за свои интересы. И мы знаем, что во время стачек, во время баррикадных боев поднимался красный флаг. Это символизировало стремление рабочего класса добиться освобождения. И это освобождение, как мы теперь знаем, и все непредвзятые люди знают, это освобождение означало укрепление позиции России в широком смысле, если брать более точном смысле, русского народа и всех братских народов, которые организовались в единые государства, союз советских социалистических республик. И вот для того, чтобы дело нашей независимости, дело процветания нашей страны было прочным, конечно, необходима эта борьба, борьба рабочего класса за свои интересы, потому что рабочий класс заинтересован в развитии производительных сил здесь и сегодня, и рабочие в матче свои никогда не улучшат положение за счет того, чтобы куда-то уехать. Вот они как раз соль нашей земли, поэтому надо бороться за улучшение своего положения, надо бороться за создание тех органов, которые координируют статичную борьбу и тем самым укреплять российское государство. И мы знаем, что чем сильнее влияние рабочего класса в управлении государственными делами, тем обеспечение настоящее и будущее нашей страны. Вот поэтому вот этот символ, символ поднятия красного флага очень важен и для нашего будущего. Вот когда этот флаг поднимется, вот тогда мы можем быть уверены в том, что мы сможем отстоять нашу независимость, что мы сможем уверенно идти вперед. Ну а уж если возвращаться к миру спорта, мы можем тогда с уверенностью сказать, что снова будут тысячи, десятки тысяч и миллионов занимающихся шахматами и другими видами спорта, что это будет доступно, что это будет происходить в человеческих формах, потому что в отличие от конкуренции, которая предполагает победу одного за счет гибели физической или в смысле материального благополучия, другого соревнования социалистического и спортивного соревнования предполагает рост каждого участника. Даже если ты проиграешь, но ты шагнешь за то, что было для тебя вчера границей, улучши свои результаты и сделай шаг вперед в своем развитии. Вот такое положение безусловно придет, настанет время, когда спорт станет доступным для всех, не только для детей, не только для тех, кто обеспечен, а обеспечен в УРСЕ, то есть для людей всех возрастов. И тогда мы не будем считать, сколько у нас регулярно занимающих спортом, 30 или 40 процентов, да 100 процентов будет. Кто сомневается, что при полном коммунизме забота о физическом здоровье, физическом развитии каждого члена общества, всех членов общества будет настоятельный и настоящий. Никто не сомневается. И вот красный флаг, под которым победил шахматный чемпион, это красный флаг, провозвестник того будущего, которому надо стремиться уже сегодня. Поэтому я очень рекомендую посмотреть фильм с тем, чтобы понять наше советское прошлое, понять настоящая современная Россия, ее место в современном мире, как светоща буржуазной демократии. И здесь все-таки я упор сделал бы на демократии. Ну и понять, что перспективы развития России и не только России и всего мира связаны с красным флагом. Спасибо за внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова